Этот год для кубанских аграриев выдался непростым. Неблагоприятные погодные условия то и дело испытывали тружеников сельского хозяйства на прочность. Чтобы вырастить и собрать урожай, им пришлось приложить большие усилия. Подробности в материале Анны Монастыренко. Битва за урожай о зимой пшенице, в прямом смысле этого слова, началась буквально с первых дней после посева. Год выдался засушливым. Отсутствие необходимого количества влаги поставило под угрозу весь урожай. Аграриям приходилось искать новые подходы для решения возникающих проблем. Засуха сказалась, так как у нас высеваются сорта тани на торфяных землях, а это засушливые земли. И вот она в этом году нам дала минимальную урожайность. Как бы процесс вегетации дождей не было, в процесс налива зерна выпал дождь. Вот нас немножко этим спасло. А так вообще трудный год был. И тем не менее засуха не прошла бесследно. Урожайность пшеницы в этом году ниже прошлогодней. Средняя урожайность по району составила чуть более 54 ценнеров с гектара. Всего было засеяно 25,5 тысяч гектаров, с которых удалось собрать более 138 тысяч тонн зерна. Одной из последних уборочную страду завершила зерновая компания «Новопетровская». Пшеницей там было засеяно 4117 гектаров. Для посадки использовались самые рентабельные и продуктивные сорта. Таня, Васса, Юка, Гром. Средняя урожайность в хозяйстве составила более 55 центнеров с гектара. На уборке было задействовано 24 комбайна. Из них 6 наемных. В числе передовиков уборки комбайнер Илья Бойко. В день, когда мы снимали репортаж, он уже намолотил 2174 тонны. С 7 утра уже уезжаем на работу. В 8, 9, 10 приезжаем по-разному каждый день. Результат. Ну, урожай хороший, намолот хороший. Техника как. Как ремонтируем, так и работает. На такой технике очень удобно работать и комфортно. Кондиционер, холодильник, все имеется. Плюсы огромные по сравнению, как раньше было. В прошлом году Илья также был в числе лучших комбайнеров. Занял первое место в крае по итогам уборки. И был награжден благодарностью губернатора. И автомобилем Нива. Судя по намолоту этого года, он, скорее всего, опять поедет за наградой. Намолоченное зерно с поля везут на мехток, где прежде чем выгрузиться, каждую машину взвешивают и отбирают пробы зерна, чтобы в лаборатории проверить качество пшеницы. Зерно мы проверяем на ссорность, на влажность, на пораженность, на классность. Качество у нас неплохое. Влажность, как и положено, 13,5-14. Все допустимо. На мехтоке, который в этом году руководство хозяйства модернизировало и увеличило его площадь, пшеницу сушат и очищают, а затем отправляют на продажу. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok